Добрый день, приветствую вас. Это программа «Крупный план» на волне 101.0. Меня зовут Владимир Сметанин. Буквально несколько минут назад закончилась программа «Дневной разворот». Программа получилась дискуссионной, шумной, возможно, сумбурной, но ничего. Остался я в студии для того, чтобы поговорить с нашим сегодняшним гостем. Это депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Александрович Доронин. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый день, добрый день, уважаемые кировчане. Ну, естественно, мы сегодня будем касаться темы, продолжения дневного разворота, темы выборов, которые состоялись 4 марта. Уже прошло три дня, сегодня среда, возможно, мозги уже подостыли, и можно как-то более взвешенно подойти к оценке прошедших выборов. Итак, Сергей Александрович, мой первый вопрос. Можете ли вы, вот уже более взвешенно, более холодно, возможно, оценить, какими же были прошедшие выборы? Вы знаете, Владимир, вот мне, наверное, хотелось бы в первую очередь поздравить женщин всех с наступающим. Да, с этого вы хотите начать. Да, с наступающим международным женским днём. Тем более, очень, на мой взгляд, такое знаковое событие, потому что мы празднуем в этом году 99-летие празднования вот этого международного женского дня. В 2013 году началось, значит, в России вот этот праздник. Поэтому хотелось бы пожелать всем женщинам любви, весеннего настроения, обязательно здоровья, ну и удачи. Я надеюсь, что завтра ваши любимые, близкие подарят вам хорошие подарки, цветы. И я надеюсь, вы проведёте этот весенний праздник в кругу семьи. В хорошем настроении. Да, в хорошем настроении. Действительно, уже немножко спал накал вот этой выборной гонки и выборов самих. И сегодня мы подводим некие итоги. И, ну вот, не хотелось бы в такой день говорить там о каких-то негативных моментах, наверное. Я, наверное, хотел бы вот в общем сказать, что выборы получились достаточно весёлыми. Давайте таким языком немножко такую риторику. Весёлыми в кавычках? Да, весёлыми в кавычках, да. Действительно, очень были, очень в большом объёме были использованы интересные технологии, ноу-хау, и партии «Единая Россия», и народными наблюдателями. Наверное, эти выборы могут войти в аналог выборных кампаний. С чем я могу поздравить технологов, которые работали на этих выборах, действительно, под прикрытием серьёзного административного ресурса с помощью, я считаю, что достаточно большого финансового инструмента. Эти выборы, они выиграли. Можно констатировать этот факт, но, значит, мы считаем, что выборы эти выиграны нечестным путём. И сегодня состав Думы городской, на наш взгляд, нелегитимен. Почему? Да, хотелось бы услышать основания. На чём это всё? Значит, вот вся кампания, я ещё раз повторюсь, проведённая технологиями партии «Единая Россия» и народных наблюдателей, она, как бы, действительно была очень, на мой взгляд, такая активная, массивная, очень серьёзный накат шоу на оппозиционные партии. И применялись вот эти различные весёлые инструменты для снижения процентов оппозиционных партий. Ну и всё это было сдобрено последним днём, что называется, значит, ложкой дёгтя в бочке мёда массовым подкупом избирателей. Это в самом деле голосование 4 марта, да. Это 4 марта, да. И у вас есть цифры конкретно? 321 жалоба по массовому подкупу избирателей со стороны кандидатов и депутатов, так называемых народных наблюдателей. Из них в прокуратуру города Кирова 64, в ОМВД России по городу Кирову 69, в Кировскую городскую избирательную комиссию 78 и в различные участковые избирательные комиссии города Кирова 108. Но, правда, затем избирательная комиссия, участковые перенаправили эти жалобы в ОМВД по Кировской области. Ну и здесь не обошлось, на наш взгляд, без серьёзных грубых нарушений, потому что вот эти участковые комиссии, они должны были собраться и принять какое-то решение по данной жалобе. А они просто подписали дальше в ОМВД. Ну и, естественно, по всем этим жалобам ОМВД по Кировской области обязаны по закону, вообще-то установленный законом срок, от 3 до 10 дней вынести процессуальное решение. Вот я думаю, после вынесения решения мы дальше будем, значит, видеть как перспективы развития дальнейшей ситуации. А вы пока не можете сделать предположение, вот в чём это заключаться будет решение? Вот знаете, до июра налицо все факты подкупа избирателей. Это серьёзное нарушение, да. Потому что, ну, начну буквально там с самого начала, да, вот зачитаю некую инструкцию народного наблюдателя. Да, пожалуйста. Которая была получена нами в день выборов, значит, у одного из... Наблюдателей. Да, у одного из наблюдателей. Естественно, мы знали вот об этой технологии, но, конечно, предположить никто не мог, что вот в таком массовом порядке и безнаказанно будет проводиться подкуп на глазах там у всех и всех. Ну да, многие это видели. Вот. Я зачитываю один из пунктов. В день выборов 4 марта прийти на избирательный участок, взять с собой паспорт, заполненный договор и акт, в скобках соглашения с народным наблюдателем, и удостоверение народного наблюдателя, и проголосовать за Никулин. Угу. Следующий пункт. После голосования на улице, на выходе из избирательного участка, вы должны найти человека с табличкой «Народный наблюдатель». Убедившись, является ли он представителем движения «Народный наблюдатель», вы должны сказать, что проголосовали, после чего вам ставят отметку в удостоверении народного наблюдателя. Получив отметку в удостоверении, вы можете в течение дня с 8.15 до 21.00 получить вознаграждение в размере 500 рублей в приемной народного наблюдателя по адресу улица Лепси, дом 62. При себе иметь обязательно паспорт, соглашение народного наблюдателя, удостоверение народного наблюдателя с отметкой. А это о каком округе идет речь? Так, округ Никулина. Я вот вам сейчас... Ну, в общем-то, мы услышали фамилию кандидата, этого, наверное, достаточно все-таки. Затем к соглашению о возмездном оказании услуг от кандидата прилагались акты приема оказанных услуг, где исполнитель работу сдал, заказчик работу принял, деньги в сумме 500 рублей предусмотрены соглашением получены, подписи на соглашение о возмездном оказании услуг. Вот эти вот карточки народных наблюдателей, на которых ставили печати. И вот со всеми этими документами человек приходил на определенные пункты. Также нами были получены вот эти ведомости с подписями, где люди получили эти деньги. В принципе, ничего сложного там нет. По адресам можно найти свидетелей, и я думаю, что мы этот процесс будем отрабатывать. А вот эти документы, Сергей Александрович, они уже есть у правоохранительных органов или копии? То есть все это предоставлено? По нашим заявлениям на нескольких участках вот таких правоохранительных органов, ну не задерживали, что называется, а приезжали и составляли протоколы, изымали, копировали документы. Я думаю, что надеюсь, что разберутся. Сергей Александрович, называя выборы нелегитимными, неправомерными, какую цель вы преследуете, чего вы хотите добиться? — Цель у нас одна — восстановить справедливость и законность. Знаете, мы сегодня в новейшей истории России закладываем фундамент демократического общества. Одна из основ — это честность выборного процесса. Если изначально депутат выбран нечестным путем, я считаю, такие депутаты не имеют морального права. Представлять интересы граждан и принимать решения в пользу граждан своего города. — Сергей Александрович, давайте сейчас поговорим о тех результатах, которые получила партия «Справедливая Россия» на городских выборах, на выборах в Гордуму по партийным спискам. — Третье место, если я не ошибаюсь, получила «Справедливая Россия». Какова оценка именно таких результатов ваших? — Несмотря на то, что, повторюсь, беспрецедентно веселая кампания была, почему я это выражение употребляю, потому что у нас в преддверии мы весеннего женского праздника, и не хотелось бы о грустном говорить. — Поэтому, несмотря на все эти ухищрения, вот эти технологии, партия «Справедливая Россия» получила на 0,60% меньше, нежели на выборах в Государственную Думу. Я считаю, что это отличный результат. — Это не потеря позиции, ни в коем разе. — Нет, это при всех технологиях, вот этих массовых различных, партия удержала на своих процентах и потеряли 0,60%. Я считаю, что это, несомненно, хороший результат. Это значит, что у нас есть свой избиратель, это значит, что люди оказывают нам доверие, это значит, что мы будем, избранные депутаты будут работать не только на тех избирателей, которые избрали их, но и во благо всего города и всех горожан. — Пять депутатов «Справедливого Россия» будет в городской доме. Какую позицию они будут занимать? Чем они будут руководствоваться в своей работе? — Вы знаете, сегодня мы строим демократическое общество, поэтому работа депутатов, несмотря на то, что эти депутаты представляют оппозиционную партию, это нахождение компромиссов и с помощью компромиссов принятие взвешенных решений в пользу избирателей. Поэтому будем работать конструктивно, ну, естественно, не будем позволять унижать себя, вытирать, позволять вытирать из себя ноги, да, и будем пытаться, чтобы и наши предложения, и, значит, все навыки наших депутатов, а у нас достаточно профессиональная команда, идет в городскую думу, чтобы они были использованы на, значит, все 100%. — Если я не ошибаюсь, прошел один кандидат «Справедливо Рос» по одномандатным округам, да? — Да. — Гордеев, депутат Гордеев. — Да, это Гордеев, депутат, который уже отработал два срока в предыдущих думах. Это человек достаточно известный в своем округе и феноменальный, на мой взгляд, случай, когда человек, потратив несколько сот тысяч рублей на предвыборную кампанию, выиграл как раз-таки в округе человека, который и был, ну, что называется там, генеральным директором вот этого проекта «Народный наблюдатель». — А вы делали большую ставку на одномандатников? — Да, я не скрываю, задача стояла перед нами получить 8 мандатов. Мы планировали 4 мандата по спискам получить, и, значит, у нас были планы провести 4 одномандатников как минимум, да? Но вот опять же, вот эта веселая технология «Народный наблюдатель», значит, она не позволила нам получить тот результат, на который мы шли. В округе уважаемого нами депутата авторитетного Торловской мы проиграли порядка 100 голосов. В этом округе тоже применялась вот эта технология. Депутат Дорофеев у нас, на мой взгляд, шел на победу. Значит, казак Андрей шел на победу в округе казака. Тоже были массовые вот эти подкупы избирателей. Поэтому вот не досчитались мы в связи с этой технологией. — Сергей Александрович, ну все кировчане в курсе, что вы не прочь были занять пост главы нашего города. Что вы испытываете сейчас по этому поводу в связи с результатами выборов? — Знаете, вы так выразились не прочь. Я везде заявлял и говорил о том, что в случае получения большинства мандатов оппозиционными партиями, партиями КПРФ и «Справедливая Россия», если региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» выдвинет меня на главу города, я готов сдать мандат депутата Государственной Думы и поработать в случае избрания меня на благо кировчана. — Ну вы, собственно, вчера уже заявляли в нашем эфире, что вы остаетесь работать в Государственной Думе. — Ну мы понимаем правила политики, победитель получает все. Но победитель я называю в кавычках. Понятно, что при 9 депутатах оппозиционных партий плюс 2 ЛДПРовца — это 11 мандатов. Я считаю, ЛДПР — это тоже оппозиционная партия на сегодняшний день. Кстати, все три члена городской избирательной комиссии с правом решающего голоса от партии ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Пожалуй, впервые за всю историю выборов вообще в Российской Федерации вчера заполнили протокол и высказали особое мнение по поводу избирательной кампании. Есть такая форма в письменном виде. По их мнению, итоги голосования должны быть признаны недействительными в связи с наличием следующих нарушений. Массовый подкуп избирателей. Это я цитирую особое мнение, такое коротенькое, о чем в Кировскую городскую избирательную комиссию поступило 118 заявлений с разных избирательных участков. И второй пункт — это неоднократное нарушение при подсчете голосов на избирательных участках и при передаче бюллетеней. Например, на нескольких участках процент превышения переданных бюллетеней над числом избирателей составил более 140%. Это могло привести к массовым вбросам и так называемой карусели. Все это искажает результаты выборов и не позволяет с достоверностью определить результаты воли изъявления избирателей. Вот это особое мнение, оно было записано вчера в протоколах, итоговых протоколах. Сергей Александрович, нельзя, конечно, и не коснуться темы президентских выборов. Сергей Михайлович Миронов, он получил наименьшее количество голосов избирателей, если быть точным, 3,85% голосов. Как вы оцениваете результаты президентских выборов? На всех избирательных участках Кировской области были наши представители, они входили в состав участковых избирательных комиссий. Вот по состоянию на сегодняшний день грубых нарушений со стороны партии «Справедливая Россия» не было зафиксировано. И мы по Кировской области признали выборы состоявшимся президента. Ну и Сергей Михайлович публично заявил о том, что политическая партия признает выборы состоявшимся. Поздравил Владимир Владимирович. Да, ну, несмотря на то, что есть огромное количество «но», конечно, об этом говорят сегодня и в средствах массовой информации, и на митингах о том, что условия, конечно, были неравны, так скажем, и по предоставлению эфирного времени, ну и по многим вещам, которые не позволили остальным кандидатам набрать необходимое количество голосов, чтобы побороться действительно с президентом, ставшим уже на сегодняшний день. Вчера, 6 марта, в нашем городе состоялся митинг, который был организован отделением КПРФ, и Сергей Мамаев достаточно резко о этом заявлении сделал. Он коллег своих из других партий, не единой России, назвал кремлевскими выкрымышами, если я не ошибаюсь. Как вы относитесь к этому заявлению? Почему именно лидер коммунистов именно такое заявление сделал? С таким заявлением коммунистической партии, в принципе, мы были готовы и привыкли, да. Действительно, мы по многим вопросам сегодня и в Кировской области, и вот в Государственной Думе, я как депутат Госдумы могу сказать, что партии блокируются по очень многим вопросам, ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия, но в то же время есть и разногласия между этими партиями. Поэтому, естественно, что я не буду отвечать на эти выпады Сергея Павлиныча. Мы не пришли на митинг по итогам выборов президентской кампании, потому что мы, ну, нелогично, да, вы понимаете, после того, как мы признаем выборы, мы ходили в митинге. Поэтому, ну, и мы, еще раз повторюсь, в Кировской области сегодня не, на сегодняшний день, нами не получено ни одного заявления от наших наблюдателей по поводу нарушений. Поэтому мы приняли решение не выходить на митинг. Вот. Сегодня была пресс-конференция средства массовой информации. Я сказал, что мы, это никаким образом не означает, что мы не будем выходить на пикеты или, может быть, митинги на более качественные у городской администрации. Мы, естественно, таким правом по закону, я надеюсь, воспользуемся и будем процесс педалировать по, значит, признанию выборов нелегитимными. Ну, а по президентским решение регионального отделения не выходить и не митинги. Ясно. То есть, если будут поводы, если партия «Справедливая Россия» пожелает высказать свое мнение публично именно вот в таком формате митингов, да, то это обязательно будет сделано. Вы понимаете, еще вот вопрос в том, что сегодня я считаю, что мы необходимы у себя в региональном отделении, потому что огромный объем сегодня фактуры необходимо нам подготовить для того, чтобы передать неопровержимые доказательства в правоохранительные органы, в суды, в прокуратуру и так далее и тому подобное. Поэтому у нас сегодня штаб работает до сих пор в режиме выборной кампании. И вот по моим подсчетам, ну, я боюсь быть голословным человеком, но, на мой взгляд, около 700-800 различных жалоб будет нами подано. То есть, беспрецедентно веселая кампания была. Сергей Александрович, время нашей программы истекает. Напомню, что эта программа – крупный план. Ну, давайте закончим на положительной все-таки ноте. Еще раз вернемся к празднику 8 марта. Еще раз поздравим представителями прекрасного пола. Пожелаем всего наилучшего. Да, я надеюсь, что перспективы в связи с избранием нового президента и с теми обещаниями, которые Владимир Владимирович давал по ходу своей предвыборной кампании, они будут реализованы и будет сформировано, я надеюсь, новое правительство. Мы увидим новые лица. И наше самое великолепное, красивое половине, прекрасное человечество наше будет жить комфортно в этой стране. Поэтому еще раз с праздником и всего самого доброго. Здорово. Напомню, что в гостях у нас был Сергей Александрович Доронин, депутат Госдумы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Меня зовут Владимир Сметанин. Прощаюсь с вами. Хорошего дня. До встречи. Хороших выходных. Продолжение следует.